Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Если бы Господь не хотел, чтобы люди съели яблоко, то Он бы не поместил дерево в Эдемском саду. Значит, Он хотел, чтобы они съели запретный плод. Так ли это? Вовсе не так. Господь не радуется смерти грешника. Господь предупредил, как бы оградил людей от этого погибельного для них вкушения очень серьезными угрозами. Если вкусите от этого запретного плода, смертью умрете. Так что не было со стороны Господа никакого поощрения для нарушения Его заповеди. Почему вообще такая возможность оставалась? Именно для того, чтобы мы не сомневались, что человек создан по образу и подобию Божию, споря на свободной воле. И эта высшая форма творения Божьего, творение иной свободной воли, подобной Его, как раз в человеке и во всей силе и красоте почивает, но при этом делая его ответственным за собственный выбор по ходу своего жизненного пути. Потому Господь никак не хотел застать человека в состоянии стыда, потери мира внутри самого себя, между людьми и Богом. Любящий Господь взывает, зовет Адаме, где Иси? Не пропадает меня, возлюбленное создание мое. А Адам уже огрызается, Ева винит змея, Адам Еву, все в смятении, все уже охвачено каким-то огнем стыда, самооправдания, претензий, недовольства, ропота. Это печальное состояние человека, следствие грехопадения, от которого Господь всячески удерживал человека, в том числе и созданием всякого благополучия в Эдеме сладости, в раю, где первый человек был поселен. Не было там ни голода, не было ни холода. Была задача обоженья, но достигалась она постепенно, а не так сразу, как пообещал змей, лживо, будете как боги, едва вкусите от того плода, которого вкушать не велено вам, но запрещено. Так что необходимость человеку иметь свободу обусловлена возможностью сочетания только со свободной личностью, личности божественной. И при общении к божественному естеству невозможно ни для жучков, ни для домашних собачек, ни для тушканчиков, ни для умных дельфинов, но только для тех творений, которые почтены Господом при сотворении Его образом и подобием. А если ты образ и подобие Божье, то хочешь, не хочешь, носишь на себе вот эту свободу выбора, которая может быть тебе во спасение, если ты ею пользуешься для представления Богу, ответной любви. А может и послужить к погибели, если ты, вопреки естеству, вопреки призыву Господню, будешь действовать так, как Адам при своем грехопадении. Так как все от века грешники, не покаявшиеся, исполняя свою волю злую, еще и не хотят осознать, отречься от злых дел своих, а продолжают в них пребывать, обвиняяя самого Бога в его либо отсутствии, либо несправедливости, путаясь, как некогда Адам и Ева в своих показаниях, оправдывая себя и обвиняя окружающее творение или творца, вот состояние смятения, которое является следствием исключительно злой человеческой воли, а вовсе не хитрого Божьего ловления людей с помощью, на крючок этого запретного древа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.